Добрый день! Я тоже очень рада встрече с вами и, надеюсь, смогу быть вам полезной. Сегодня у нас будет разговор о путях к слову, смыслам, о том, какой потенциал имеют тихие книги и как с ними работать. Первым делом, наверное, имеет смысл объяснить, вы все прочитали в аннотации, что я сегодня чаще всего буду упоминать о дошколятах, о бенофонах, о детях с особыми образовательными потребностями. Все это не случайно, потому что в 90-х, начале 2000-х я работала в школе и там я впервые увидела детей, которые действительно нуждались в поддержке, детей, которые над вымыслом в буквальном смысле обулевались слезами, потому что не могли читать. Им были необходимы особые формы работы. Потом мне посчастливилось после школы преподавать русский как иностранный в ВУЗе, и я поняла, что вывести в говорение – это очень серьезная проблема, и темы для разговоров найти не так просто, как кажется на первый взгляд. Тоже пришлось обращаться к визуализации русского языка, его закономерности и так далее. Ну и, собственно говоря, впоследствии я руководила Центром языковой и культурной адаптации иностранных граждан в Институте развития и образования нашей области и встречалась с педагогами. И вот именно там я услышала реплики воспитателей детских садов, которые говорили о том, что приемы, которые я предлагаю для работы с детками инофонами, с детками, которые приезжали с родителями-мигрантами и сразу же попадали в образовательное учреждение, и до сих пор это происходит. Вот дошколята очень быстро реагировали и говорили, что те приемы, которые мы предлагаем в сфере РКИ, более чем уместны и при работе с дошкольниками. Вот потому-то сегодня вот эти три целевые аудитории перед нами, но, в общем-то, разговор пойдет не только об этих детях. Так, пожалуй, сюда нужно будет присоединить и тех ребят, которые просто по тем или иным причинам не любят читать, не хотят читать. И вот первый диалог, который я обращаю вам на первом слайде, посмотрите, не могу читать, реплика ребенка, крикливая весьма, и спокойный вопрос взрослого, почему? Как вы думаете, напишите, пожалуйста, в чате, если вам несложно, какой репликой мог бы ответить ребенок? Почему он не может читать? Жду реплик, если вам несложно. Буквально пара-тройка слов, ну, что может быть причиной? Да, да, трудно, маленький, неинтересно, ну, не хочу и не хочу, да. Согласна, согласна с вами, и если вы позволите, предложу вам свой вариант. Не знаю буквы, потому что дошкаленок, не знаю буквы, потому что иностранец. Да, вот, Мариата, правильно, мы совпали с вами, да. Знаю буквы, но не люблю читать даже на родном языке, потому что это долго, и как я совпала тоже со Светланой, вот, неинтересно. Знаю буквы, но они непослушные, то танцуют, то разбегаются. Вот, я бы хотела обратить ваше внимание, первые-то два момента понятны и очевидны, да, но не знаю буквы, и поэтому что тут мне с этим чтением делать? А вот, когда знаю буквы, но не люблю, потому что долго и неинтересно, я всегда вспоминаю в этом случае реплику своего однокурсника, которую он позволил себе в статье, рассказав о друге, который решил установить вот эти поколенческие связи со своим сыном, маленьким, пятилетним, усадил его к телевизору, поставил запись наших старых передач. «Спокойной ночи, малыш и ребенок», смиренно, минут сорок терпел это вот над собой, скажем так, эксперимент такой, да, издевательством не назовем, но эксперимент. И когда счастливый отец спросил, ну что, понравилось, мальчик сказал, ну да, прикольно, но очень медленно. Вот это действительно очень медленный процесс. Сейчас любой медленный процесс, он непривычен детям, потому что жизнь ускоряется, и мы с вами даже говорить быстрее стали, да, чем это было раньше. Язык на это реагирует, а уж нам тем более приходится, педагогам. Ну а вот второй ответ, знаю буквы, но они непослушные, то танцуют, то разбегаются, они еще могут вертеться, они еще могут в зеркале отражаться. И вы видите рядом такой вот яркий квадратик. Таким квадратиком будут выделены штрих-коды тех ссылок, которые связаны непосредственно с ребятками с дизлексией, да, которым трудно читать. Вот дальше в моей презентации вы такие штрих-кодики увидите, то есть вы прямо сразу же знаете, что это я вас корреспондирую к детям с особыми образовательными потребностями. Ну и, собственно говоря, чем же тогда помочь? Коллеги, давайте попытаемся, может быть, сейчас вы ответите, и все, и разговор мой будет бесполезен. Дальше придется нам с вами как-то выстраивать по-новому материалу. Чем мы можем помочь ребенку? Что мы можем ему предложить? Любому из давших ответ. Не знаю буквы. Так, читать вместе. Спасибо, Таисия. Ну, действительно, если ребенок не знает букв, нам только садиться рядом и читать. Еще есть какие-то версии, чем мы еще можем ему помочь? Да, обучить буквам, конечно, это вот первое, что мы делаем. Учить алфавит. Спасибо, коллеги. Увлечь. Спасибо. Это действительно. Ну вот, Таисия подходит к нашей теме. Смотреть на текст. Сегодня мы об этом как раз и будем говорить. Но я бы все-таки, если вы позволите, предложила вот проанализировать сначала еще раз, какие реплики звучали. Итак, посмотрите, обращаю ваше внимание. Не знаю буквы. Знаю буквы. То есть вот упор сделан на буквы. И вы видите сразу же, да, вот этот квадратик. Я отправляю вас на сайт библиотеки, где представлены книги для детей. И сразу же в этих книгах указано, что Александр Минц создает особый шрифт, чтобы буквы при чтении не переворачивались, не убегали, ну, не хулиганили. То есть такие книги есть. И действительно рядом с ними всегда появляются чудесные иллюстрации. То есть вот для деток с особыми образовательными потребностями есть уже и такая литература, с ней можно поработать. Но я обращаю внимание именно на буквы и предлагаю помочь вот так. Убрать буквы, убрать знаки, убрать запятые, убрать точки, убрать строчки, убрать слова. На том этапе, когда у ребенка текут слезы, да, от отчаяния, что не получается, вот знаете, как это, напрягаться и нависать над ним, это, наверное, самое страшное, что мы можем сделать. И если уж мы предлагаем что-то убрать, то тогда нужно понимать, что же мы оставим. Вот я предлагаю оставить смешных героев, оставить веселые картинки, оставить яркие иллюстрации. То есть, ну, примерно вот то, что вы видите с правой стороны слайда. Перед вами, я думаю, известный вам стиль Биттрупа, да, и о чем здесь говорить. Ну, такого рода иллюстрации требуют серьезной подготовки к ним. И, ну, я сразу же оговорюсь, что просто сказать ребенку, вот посмотри, какое чудо, это ничего не сказать, потому что и чудом это не покажется, нужно выстраивать некий контекст. И, честно говоря, вот эта картинка у меня неплохо заработала после того, как ребята узнали, посмотрели замечательный фрагмент фильма, услышали потрясающую песню «Папа у Васи силен в математике», да, и переложить эту песню на новый лад было им предложено, и оказалось, что мама у Васи сильна в математике. И в то время, когда мама занимается его уроками, Васе приходится очень много чем еще, ну, то есть он умудряется многим позаниматься. В общем, ребята рассказывали с удовольствием, что же можно сделать, пока мама учит за тебя уроки. Тема актуальная, тема веселая, тема забавная, и эти веселые картинки, безусловно, помогали, помогают и будут помогать. Но вот здесь у Вас QR-код, по которому, если Вы перейдете, Вы обнаружите перечень разных картин от Битструпа, и вот здесь Вы увидите, что вот детских-то картинок с детской тематикой их не так уж и много. Значит, нужно что-то искать, нужно двигаться дальше. Но у меня к Вам есть еще один вопрос. Вот мы убрали, оставили картинку, а что же еще, кроме картинки, останется? Веселый герой, веселая картинка, яркая, может быть, она. Но что с нею еще остается? Слова ушли, знаки ушли. Чувства, да, Дмитрий, спасибо. Ощущения, они не покидают. Ирина, спасибо. Цвет может сохраниться, безусловно. Эмоции. Спасибо, Анечка. Сюжет, история. Огромное спасибо, да. Да, и действия показаны правильно, то есть глаголы нам здесь точно нужно будет использовать. Потенциал остается серьезный. Я же оставляю за собой свою главную функцию чуть-чуть удивлять. И мой ответ такой. Остается, конечно, радость, остается великолепие, остается счастье, остается герой, остается мир, удовольствие, красота. Но самое главное, остается тишина. И несмотря на то, что это тишина, с нею вместе остается и смысл. Ален Карбен прекрасно сказал о том, что тишина – это территория, где рождается слово. И именно в его книге вот эта мысль, что сама живопись может быть воспринята как произнесенное тишиной слово. В общем, изображение, которое остается, оно прямо требует слов. Заполнить ту тишину, которая царит на листе. У ребенка появляется потребность включить в этот текст самого себя, включить звуки для того, чтобы мир заговорил, запел, начал выражать те самые свои эмоции. В общем, родные мои, получается, что не так уж и мало у нас в запасе. Ну и, собственно, прежде чем перейти к разговору о каких-то конкретных книжках, об опыте, который есть, я позволю себе несколько слов по истории вопроса. Отреагируйте, пожалуйста, буквально можно огонечком. Знаете ли вы что-либо вот о тех самых тихих книгах или silent books, как их еще называют? Огонька будет достаточно, чтобы я поняла, что вы слышали, что есть те, на кого я могу опереться, кто понимает, о чем пойдет речь. Тут огонечков. А, вот, есть, спасибо. Я рада. Так. Всего один, да? И это здорово. Тогда получается, что все не зря, и двинемся дальше. Давайте посмотрим, о чем же я планирую с вами говорить. А, вот еще, что это за история. Ну, во-первых, нельзя не отметить, что с самого детства мы действительно изучаем язык графических представлений. И сначала для нас родители покупают книжки с картинками. Они становятся нашим первым словарем того, что мы называем визуального лексикона. То есть вижу слово, вижу предмет, и к нему прирастает слово, да? Я вам предложила вот истории про девочку Машу и куклу Наташу. Ну, это такой мой личный опыт. И это действительно были те книжки с картинками, где нет слов. Ну, в общем, может быть, одно, там, ворона каркнет или кто-то реплику какую-то тихую подаст. Но в основном это только изображения, по которым можно рассказывать, можно рассказывать любопытные, забавные и не очень длинные и короткие истории. И дальше мы с вами, Ирина, сейчас все растолкуем, и дальше мы с вами видим очень точное наблюдение, что книжки с картинками несколько отличаются, а мы именно в эту сторону движемся, несколько отличаются вот от просто иллюстрированных книг, где главный текст, а иллюстрация, она выполняет такую, простите, обслуживающую функцию, да, ну, как бы поддержку тексту. Ну, вот подошел ребенок, взял в руки книжку один текст, и ребенку стало печально на это смотреть, где картинки, к которым он привык. То есть такие книжки не радуют, хочется встретиться с прекрасным. Так вот, есть еще такие книжки с картинками, где появляется прямо история долгая-долгая, причем она может быть не на одной странице, как вот про девочку Машу и куклу Наташу, знаете, как пазл. История состоит из нескольких картиночек, нужно только их правильно собрать, да, и понять логику того, что происходит. Мы с вами движемся чуть дальше к несколько иным книгам, и их назвали тихими книгами, потому потому что у них другая задачка чуть-чуть. Итак, смотрите, учительская газета, в общем, достаточно давно сообщила о том, что до 21 века действительно иллюстрации были, но были в основном как иллюстрации, а вот книги с картинками это оригинальный формат. С этим тезисом я абсолютно согласна. Вот с репликой сильной необходимости в них не было, вот в этом я сомневаюсь. Необходимость была, но просто может быть не очень думали, зачем такая книга может пригодиться. А вот в 2012 году случилось то, что случилось. Эти книги, которые сразу же были названы именно тихими, понадобились в связи с тем, что к острову Лампедоза начали пребывать беженцы и власти пытались создать не просто комфортные условия для мигрантов, но самое главное было обеспечить их детей возможными средствами даже не развлечения скорее, а именно развитие и вхождение в язык. И вот тогда итальянская ветвь Международного Совета по детской и юношеской литературе запускают проект «Тихие книги» «Место назначения Лампедоза». Благодаря этому проекту создается коллекция из книжек без слов со всего мира. И вот главная задачка, посмотрите, впервые нашли применение этой самой тихой книги. Она была необходима для того, чтобы преодолеть языковой барьер. Это в этом смысле, конечно, не в этом году. Продолжение следует... Да, коллеги, немножко у нас связь подводит. Я надеюсь, сейчас к нам Алена Владимировна вернется. Алена Владимировна, попробуйте перезайти или обновить страницу. Здравствуйте, я вернулась. Простите, Бога ради, у нас выключился. Все нормально, ничего страшного, самое главное, вы не переживайте. Нет, я не переживаю, я видела, что свет моргнул, и все видели, что свет выключился. Да, это бывает, пятница. Так что спокойно, боевое крещение у вас сегодня. Ничего, ничего. Все нормально, коллеги, если что, я здесь, так что, да, надеюсь сейчас. Коллеги, нажмите, пожалуйста, на огонек, все ли у нас нормально со связью. Видно, слышно, да. Все, тогда я вас покидаю, продолжаю трансляцию. И немножко, чуть-чуть пораньше вернитесь, да. Можно попробовать выключить камеру и продолжить голосом, чтобы у нас звук не подвисал. Алена Игоревна, так как, что-нибудь скажите нам, пожалуйста. Все нормально, да, слышно? Да, 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 все. Ага, давайте тогда так продолжим. А в конце, Алена Игоревна, нам еще покажется. Хорошо. Итак, я напоминаю, что мы сказали, что тихие книги были названы впервые тихими, да, именно в этом проекте. И эти книги были необходимы для того, чтобы преодолеть язык, помочь деткам преодолеть языковой барьер. Ну, а вот дальше, собственно, те самые коллекции. Обратите внимание, они перед вами. QR-код, по которому вы перейдете и найдете их. Тринадцатый год, пятнадцатый, семнадцатый, девятнадцатый. То есть логика понятна, да. Каждые два года собираются, копятся эти книжки. И дальше коллекция тихих книг выкладывается и представляется на разного рода ярмарках. В общем, работа идет. И сегодня, вот если посчитать все, что в правой стороне экрана вы видите, у нас получится, ну, 450 где-то книг. А вот слева я обращаю ваше внимание. В 2015 году появляется книга Николая Попова «Зачем?», которая была выпущена в 2010, но впервые появилась в 1995 году. А вот дальше представлена книга «Река» Елены Сафоновой. Это удивительная история, но вот тут уж совсем все обстоит дело не очень просто, потому что книга была создана, их две фактически книги. Одна была создана в 1930-м, другая в 1935 году. И эти книги комплектом были изданы в 2021-м. События происходят вокруг реки, и появляется возможность поговорить о том, что же на берегах реки мы можем увидеть. Еще одно издание 1922 года «Треугольник» Анастасии Тенда в издательстве «Самокат» выпущены. Вот эти книги вошли в коллекцию. Ну, три штуки из 450, как вы понимаете, это как-то кажется мало. И оно не совсем так, их не столько в России. Я специально сделала подборку, чтобы показать вам те книги, которые публикуют российские издательства. Если вы посмотрите, вот я сделала 22-й, 21-й год, и на следующей страничке 20-й и так до 17-го года здесь есть и переизданные произведения художников зарубежных, и одновременно наши. Уховый кузнечик «Вернусь назад», с вашего позволения, Фадеева, о которой я буду говорить, Шатохин, о котором я буду говорить. То есть у нас книги выходят, они есть, но вот так... И у нас-то не очень знают о них. Ну, и там, соответственно, тоже. Хотя есть книги такие, я об одной из них чуть позже скажу, которые стали известными благодаря как раз большим фестивалям книжным за рубежом еще до того, как появились в России. Такие чудеса тоже бывают. В общем, как вы видите, ни одна, ни две книжек этих. И более вам скажу, обратите внимание, фонд Российской детской библиотеки организует выставки «Мир особого детства», «Тихие книги». И, собственно говоря, на библиогиде вы тоже можете найти информацию. То есть это не есть какое-то мое открытие, это действительно «Тихие». Вот мне очень нравятся кавычки. Они такие не кричат о себе, о них не так много информации. Вот я бы их поэтому тихими назвала. Не потому что на их страницах царит тишина, рождающее слово, а еще и потому что о них маловато говорят, немного знают. И по этой самой причине я, собственно, позволю себе поподробнее остановиться на том, что же это такое. Вот посмотрите, сейчас даже есть попытки систематизировать, создать некие классификации сайлент-буков. Вот вы видите, что туда включают и сюжетные книги, и книги «Путешествия», и «Вимильбухи». Но вы можете посмотреть всю лекцию QR-код. У вас есть специалистов, которые пытаются как-то классифицировать этот поток книжный. Но я бы обратила ваше внимание вот на реплику справа. Дело в том, что если в книге одни картинки, то, в принципе, можно отнести к тихим, но тут же, посмотрите, самое важное. Раскладушки, погремушки, раскраски «Вимильбухи» – это не всегда та история, которую мы можем отнести к тихим книгам. Дело в том, что «Тихая книга» обязательно подразумевает развивающуюся, сюжетную, долгую историю, которую изображает художник. Иллюстрации действительно очень высокого уровня. И вот если вернуться к книге «Река» Елены Сафоновой, здесь нельзя не вспомнить, что вообще-то она ученица Петрова-Водкина. И почему появилось две книги? Потому что книга 1930 года «Река» она была в духе авангарда сделана. Вот там Сафонова работает, как говорил Петров-Водкин, буквально там тремя-четырьмя цветами. А потом, 1935 год, приходится переделывать эту книгу, потому что авангардные истории не так популярны. А книга была нужна, она была хороша собой, вот этой своей тишиной. В общем, мне-то важно донести мысль, что рисует обычно очень и очень грамотный и талантливый художник. То же самое, кстати, можно сказать и о книге «Зачем». Там тоже мастер нарисовал более чем талантливый, известный и академик, и так далее. Но еще важно, чтобы был не только оригинальный стиль, а вот такой творческий подход, потому что без фантазии, без творчества эта книга невозможна. Ведь словами-то передать мы не все с вами в состоянии. Мы ищем этого точного слова. И помним, как Маяковский говорил, что ради одного слова «тонны» словесной руды нужно переворотить, переворошить. Но вот художнику, как вы понимаете, нужно быть настолько творческим, чтобы находить средства передачи вот тех самых эмоций, переживаний, причем переживаний как своих, так и переживаний своего героя. И вот в этом смысле вы увидите, книги «Тихие» действительно отличаются от того, что мы с вами видели про Машу и ее куклу. Я бы обратила внимание, что об этих книгах, если мы зайдем на сайты библиотек электронных, вы видите, одна ссылка «Тихие книги как ресурс для преподавания русского языка как иностранного». Там действительно предпринята попытка показать, как книга работает на уроки, на занятия РКИ, что можно сделать, чему она может способствовать. В общем, самая главная методическая ценность – это вот как раз то, что книги можно использовать для рассказывания историй. А вот дальше я обращаю ваше внимание, что, конечно, рассказывание историй развивает словарный запас, расширяет его, развивает язык в том смысле, что обеспечивает нас, требует от нас использование разных языковых средств. Но мне важная для меня история, я специально выделила жирным шрифтом, вы видите, это и способность понимать друг друга, и способность слышать, не только говорить, но еще и слышать того, кто вместе с тобой размышляет о книге, помогает запоминать, то есть образ, звуковой образ слова напрямую связывается с образом, который нам представлен на страницах книги, создает точки соприкосновения между людьми. И вот здесь я бы написала разных культур. Это, на мой взгляд, безумно важно. Почему? Потому что ведь то, насколько мы разные, это очевидно. Мы понимаем, что взрослый человек иначе смотрит на мир, мы понимаем, что ребенок, может быть, не обладает таким кругозором и так далее и тому подобное. Но труднее найти точки соприкосновения именно потому, в силу очевидности наших отличий, в том числе и отличий культурных, в смысле национальных культур. И вот здесь книга позволяет присесть всем вместе и подумать о том и найти то, что для нас, для всех является общим. Ну а самое главное, книга позволяет вызвать переживания, но не слишком прямолинейно. Ну и проговорить вслух может быть то, что человек не может сказать в силу каких-то обстоятельств. А вот глядя на страницы книги, сопереживая герою, сочувствуя ему, человек проговаривает в том числе и то, что его тревожит. И в данном случае маленький человек остается человеком. И в этом смысле книга тоже, тихая книга, дает нам большую возможность получить информацию о его переживаниях. Ну и таким образом, вы видите, я уже так или иначе приближаюсь к разговору о потенциале этих книг. В чем же он? Договориться, узнать о том, что чувствует человек. Мы можем, присев рядом и раскрыв вот эту самую тихую книгу. Когда-то моя мама открывала вот такую книгу. Я помню, я в детстве очень радовалась, когда мне дарили подписку на эти веселые картинки. И вы видите размышления Марины Семенны Рамштам, можно прочитать на сайте Пап Мамбук, о том, зачем же нам нужны эти самые веселые картинки. Рассказать другому, что ты видишь, это совершенно особенное умение. И оно, безусловно, надстраивается над способностью смотреть, разглядывать, читать картинку. Вот это, в кавычках, читать картинку, я бы сказала, что это прямо очень важный для нас с вами намек. Ведь в том числе и дети, у которых дислексия, им часто трудно сфокусировать внимание. Они очень часто бегут и пытаются угадать слово, спешат, не могут задержаться на одной строке. То есть им нужно вообще к книге попривыкнуть как к инструменту, который имеет свой механизм. И вот в «Веселых картинках» раньше были такие замечательные развороты, которые там карандаш требовал «Посмотри внимательно и расскажи то, чего не может быть». То есть на картинке изображено то, чего не может быть. И нужно сказать то, чего не может быть, и как это должно быть. То есть есть повод для разговора. И вот вы знаете, если ребенку дать такой разворот, очень часто мы видим, что нам все, что бросается в глаза, вот сначала в середине, потом влево, потом вправо глазки бегут. Вот это тот случай, о котором говорят, глаза разбегаются. И ребенок выхватывает, и потом очень расстраивается, что кое-чего он не сумел заметить, ну просто потому, что бегал по этой картинке. Поэтому вести глазками слева направо. прочитывать, именно прочитывать, разглядывать картинку сверху вниз – это тоже очень большой труд. Причем это колоссальный труд для некоторых инофонов, у которых читают справа налево. привыкнуть к тому, что вот нужно в обратном порядке двигаться глазками, глазками по страничке бежать – это тоже великий труд. Спасибо за поддержку, и я рада, что мы с вами на одной волне. Так вот, всевозможные истории, комиксы, тихие книги в первую очередь необходимы, конечно, для того, чтобы научить ребенка фокусировать внимание и удерживать внимание на книге, на книжной странице. Ну а есть еще одна очень важная история. Вот здесь как раз то, что называется «У каждого свой вкус». И многие взрослые порою говорят, что вот книга какая-то мрачная. Вот есть мнение, что книги должны быть действительно яркими, что в них должны наличествовать какие-то основные цвета, без оттенков, потому что малыши лучше воспринимают. Я согласна с тем, что о том, как изображено, не что изображено, а о том, как изображено. Мы, конечно, должны подумать и кое-что должны знать и понимать. Но я согласна с авторами статьи, что наши представления, представления взрослых о том, что с детской точки зрения является привлекательным, это только наше мнение. И вот вы видите, причин много. Дети не всегда обладают достаточными средствами, чтобы сказать, что они хотят видеть на изображении. Плюс очень многие дети, пытаясь угадать, чем они нас с вами порадуют, говорят то, что нам хочется услышать. Они очень здорово за нами наблюдают. А вот мы за ними нет. И поэтому я вам очень рекомендую посмотреть, заглянуть вот по QR-коду, перейти на сайт про книжку-картинку. Это про иллюстрированную книгу, это про тихие книги, это вообще про иллюстрацию и про то, какой она бывает. Пристально посмотреть на то, как иллюстрируется книга для детей. А второе, на что я бы хотела обратить ваше внимание, это на то, а что, собственно, ваш ученик или ваш ребёнок выбирает самому себе. Вот ребёнка нужно отпускать в мир книг. Это и к библиотечным полкам, и к полкам в магазине. Я знаю, что часто и сейчас мы все с вами живём в скоростях, и мы заказываем книги в подарок. А на мой взгляд, всё-таки вот ребёнок должен выбирать себе книгу сердцем и ручками, и глазками, и вот голосовать за неё ножками, бежать в магазин и там выбирать то, что ему нравится. Тогда у вас появится возможность рассмотреть и понять, какая стилистика иллюстративная ему любопытна. И тогда вы сможете выбрать ту тихую книгу, которую ему будет приятно держать в руках. Я уверяю вас, кое-что удивит. Ну, например, вот такая история. Это не русская книга, но я попыталась и получилось по ней поработать, и она мне пригодилась. Это книга, которая приглашает нас поиграть с интерпретацией силуэтов. Вот если у вас есть мечта услышать такую реплику, а у тебя есть ещё такие книжки, «А ты мне их покажешь?» Вот это те слова, которыми закончилось занятие с одним из моих учеников. Он познакомился с этой книгой во вполне понятном контексте. То есть я ещё раз напоминаю коллеге, ни при каких обстоятельствах «Тихая книга» не может просто появиться на странице, на столе. Вот открыться на какой-то странице и лежать. «Тихую книгу» нужно читать последовательно, и она обязательно должна помещена быть в контекст, в контекст жизненный, актуальный для ребёнка. И вот эта история появилась в связи с разговором о том, что такое театр теней. Я не буду рассказывать, безусловно, обо всём, что было, но посмотрев мультфильм, одну из серий из фиксиков, где об этом рассказывался, театр теней, ребёнок радостно ответил на вопрос, «А каким же должен быть режиссёр в этом театре?» Ответ был сначала такой. Режиссёр должен быть умелым, и режиссёр должен быть умным, потому что он должен понять, где стоит свет, как повесить экран, куда поставить актёра. В общем, по мультфильму ребёнок отчитался по полной программе. Но мне-то было важно привести ребёнка кое-чему важному и чуть-чуть другому. И я показала вот этот сюжет. Книга построена таким образом, что ты сначала показываешь негатив, и вот тут действительно получается негатив. Когда я спросила, что изображено на первом рисунке, на силуэте, ребёнок сразу же сказал, «А как вы думаете, что изображено?» Что сказал ребёнок? Может быть, аплодисменты здесь в ваш адрес тоже прозвучат. Что же изображено на негативном формате, обороте? Ругает ребёнка. Ну, там ещё у ребёнка, здесь не очень хорошо видно, но там ещё брызги летят в разные стороны. Ругает ребёнок, плачет, пошёл вон. Да, требование убираться. Смотрите, какой негатив. Ну, я вам честно скажу правильно. Вероника, спасибо. Вот ребёнок сказал, что папа требует, чтобы мальчик пошёл в угол. И, ну, прям скажем, да, много узнаешь о себе интересного. Но представляете, каково было удивление ребёнка, когда он увидел вот это? И оказалось, что мы двигались к очень важному выводу. Когда я ещё раз спросила, так о чём же обязательно должен думать режиссёр в театре теней? Ребёнок посидел, подумал и сказал, он должен думать, а что увидит зритель? Что подумает зритель? Посмотрите, вот это такой оказался выход на размышление об отношении, об отношении к зрителю, об отношении к другому человеку, об отношении к иному мнению. Вообще предположение, что мнение может быть иным. Это ведь очень важная история. Вот без всяких долгих, да, может быть, нотации читают, но на самом деле танцуют. И вот главное, нам-то в нотации не впасть. Мне уже не нужно с этим ребёнком разговаривать об эмпатии, о толерантности. Да, ну, это я так вот нашими с вами педагогическими терминами пощебечу чуть-чуть. Мне не нужно долго разговаривать об этом. Он сам пришёл к выводу о том, что нужно быть внимательным к мнению других людей. И это было чудесно. Ну, а вот следующая история. Я обращаю ваше внимание. Здесь тоже есть ход в сторону дислектиков. И, конечно же, некоторые книги, работа с некоторыми книгами требует, ну, скажем так, во-первых, серьёзной подготовки взрослого. Было бы неплохо, чтобы наш с вами словарный запас был достаточно развитым. А вот дальше мы можем с вами послушать Ольгу Александровну. Она рассказывает о том, как на логопедическом обследовании исследуют, да, какой запас у ребёнка. Но вот тихая книга, она как раз может стать поводом для разговора. И вот когда ребёнок начинает рассказывать не просто по разложенным перед ним картинкам, где девочка там метёт веником дом, а здесь прям вы видите, начинается какое-то приключение, да, затевается что-то невероятное. Вот когда ребёнок видит, что книга магнитит его, да, привлекает его внимание, что здесь что-то такое на разворот, это разворот, как положено, что сначала у нас, значит, судно выдвигается, и потом с ним что-то происходит, ребёнок просто льётся у него речь, что он делится с нами спокойно, мы не вытягиваем из него, что там ты, мой хороший, знаешь, какие слова ты помнишь. Он старается рассказать то, что он видит. И вот тут, повторяю, было бы неплохо самим взрослым очень серьёзно подготовиться. Вот посмотрите, у меня к вам есть вопросы. На чём отправились машинки в путь? Как бы вы ответили на этот вопрос? Давайте два слова. Как вы думаете, как бы вы ответили на этот вопрос? И что ребёнок ответил на вопрос? На чём машинке? Так, Галия, спасибо. На пароме версия. Ещё какие есть мысли? На лайнере. Ну да, олицетворим. Ну, на кораблике, Татьяна, я не знаю, тут кораблик-то очень и очень, да, уменьшительно-ласкательный. И насчёт... Вот смотрите, пошло. Грузовой корабль, пароход. Родные мои, вот сколько я спрашиваю всех, с кем я разговариваю об этой истории. Да, все говорят, в лучшем случае корабль, паром, пароход, что угодно. Круизный лайнер, потому что понимают, что это океан и что-то большое. Обобщающее слово судно. Вот всё это так. Но на самом деле, то, что вы видите, это роллкер. Я могу повторить. Роллкер. Это разновидность судна, предназначенное для перевозки автотранспорта. И если мне, коллеги мои, говорят, Алена, ну слушай, ну кому это надо? Это нам с вами не нужно. Потому что очень часто мы не придаём значения тому, что на самом деле значимо. Ну, мы не всегда можем назвать, какая машина проехала мимо. А маленький ребёнок твёрдо знает, чем Ауди от Фольксвагена отличается. Так вот, здесь тот же самый случай. Дело в том, что на Сейнере рыбу ловят, а на танкере нефть перевозят. То есть, вот эта нюансировка, это как раз к вопросу о нашем с вами словарном запасе. И о том, насколько мы готовы помочь ребёнку войти в мир точных именований того, что он видит. Ну и второе, как вы полагаете, а что же случилось с этим самым роллкером в океане? Что с ним произошло? Чтобы вот так вот машинка сорвалась и прыгнула в море. Не по своей воле, конечно. Что случилось? Ну, пока нет, пока не тонет. И шторм, простите, небо, красная, луна, белая, шторма пока нет. и из-за одной волны такая махина, на которой, извините, дети посчитали сорок восемь автомобилей. И сам корабль, ого-го, то есть, одной волной его не сбить. Ну, можно предположить, и порвался трос, да, но трос-то это вы мне отвечаете на вопрос, что стало причиной того, что машина вылетела. А я спрашиваю, почему корабль-то накренился? Почему? Что с ним-то произошло? Вы же видите, он обо что-то ударился, там же камушки, там же брызги, там же много что происходит. Вот если на нос корабля посмотреть. Вот. Марина, спасибо. Это обычная наша история. На мель в океане? Айсберга не видно. То есть, айсберг все равно какой-то частью моряк находится над водой. То есть, у него что-то такое должно, в общем, над водой-то плыть, а здесь не видно. О, пошли версии. так, ну, с китом, кита жалко. Я понимаю, такие версии бывают, но, дорогие мои, вот, а как называется этот самый подводный остров? Ага, вот пошли рифы. Вот, посмотрите-ка, оказывается, вот эта история в океане куда как более правдоподобная, да? И уже хочется в это верить, и ребенку риф можно показать до того, как вы будете читать книжку. то есть я настаиваю на том, что мы к чтению этой книги готовимся, и вам ребенок припомнит это слово риф, книжка становится как бы поводом для припоминания тех слов, которые появлялись в его жизни не так давно. И можно посмотреть до того, как вы начнете читать эти странички, можно посмотреть на какие-то передачи с описанием вот этих подводных коралловых рифов, которые существуют в океане, чтобы произвело на ребенка впечатление, и тогда слово риф у него здесь выскочит легко и просто. Ну, и, собственно говоря, вот теперь еще какой потенциал есть у этих книжек. Посмотрите, я вам показываю уже результат нашей работы. Вебинар «Как привить любовь к чтению детям с трудностями в обучении», вы, безусловно, можете посмотреть, и там есть масса любопытных предложений, как же работать с книгами, какие книги можно ребенку дать. Ну, вот я продолжаю с книгой Шатохина «Голубая машинка» и обращаю ваше внимание на то, что, конечно, не только отдельно взятые слова работают. Нам необходимо, чтобы ребенок говорил, чтобы ребенок рассказывал, чтобы ребенок включался в работу с книгой. И вот для того, чтобы это произошло, мы можем предложить на вполне определенном этапе, где это уместно, составить диалог. Вы видите, что маленькая героиня, одна рыбка вернулась к машине, а в этот момент Сейнер подплыл, и в сети весь, всю стаю рыб успели схватить. Далее мы долго достаточно и серьезно составляли диалог, и вот, что у нас получилось. рыбка воскликнула, ой, мамочки, машинка спросила, а что получится, если рыбки окажутся на воздухе? Печальная рыбка заплакала, и вот смотрите, очень важно, не сказала, а прошептала. Это ребенок нашел это слово, выбрал это слово из всех слов, которые я предложила. Вот он сказал, что это будет правильно, потому что что же прошептала наша рыбка? Они точно погибнут. И вот дальше это не моя придумка, я вам клянусь, это то, к чему пришел сам ребенок. Машинка сверкнула фарами и уверенно произнесла, нужно бороться, надо спасать. Вот вам еще один вариант того, как можно разбудить в маленьком человеке сопереживание, сострадание, соучастие. И наконец, как можно вывести на речь. Вы видите, конечно, здесь ребенок, который уже умеет писать, достаточно взрослый, он старается, он создал целое свое произведение, я об этом еще скажу отдельно, но пока обратите пожалуйста внимание на то, как какие задания это предлагаются, можно озвучить, можно написать титры, можно переписать текст, который мама записывает быстро, пока идет разговор о страничке, мама может написать, а потом ребенок на страницу книги перенесет все сам, уже с записи взрослого. Но есть еще одно приятное задание, вот когда ты предлагаешь ребенку подумать, а какая музыка будет звучать, когда ты предлагаешь ему несколько мелодий и спрашиваешь, вот как ты думаешь, какая из этих мелодий может стать саундтреком, да, вот к этой сцене, к этому разговору, и это тоже очень интересно, дети предлагают невероятные варианты. Ну и собственно уж если мы говорим с вами о том, что действительно у нас получилась серьезная работа, ребенок захотел написать произведение, вот посмотрите до чего может довести такая работа с тихой книгой. Ну во-первых, голубой машинкой книга перестала называться, она начала называться «Приключения машинки в подводном мире». Почему именно так? По одной простой причине. По той причине, что мы чуть-чуть устали от этой книжки. И здесь я напоминаю вам, что есть замечательное произведение Даниэля Пинака «Как роман», где он формулирует права читателя. И вот есть оно, это правило не дочитывать книгу до конца. Равно как есть право перечитывать одну и ту же книгу столько, сколько захочешь. Вот это я тоже прошу вас сделать, чтобы не отвернуть ребенка от книги, остановиться, остановиться там, где ребенок пережил то, что он мог пережить. Однако у меня сам ребенок дал шанс дотянуть лямочку до того момента, когда машину поднимают из-под воды. То есть историю про жизнь машинки на воздухе мы не написали пока, мы к этому вернемся. Но почему я еще взяла, вы видите, эту книгу, да, Даниэля Пинака? Потому что у нас действительно получилось как роман. Ребенок написал приключения, ребенок придумал себе псевдоним, как положено. Я не хочу, чтобы там было мое имя, я хочу, чтобы там было имя Василий Рыбаков. Откуда это взялось, я не могу сказать, но появился писатель Василий Рыбаков. Если где-то увидите, имейте в виду это мы. И в общем в конце, ну, на каком-то этапе появилась запись слова «конец». И вот тогда я сказала, ну, как же так, подводный мир еще не закончился, у нас есть еще несколько страниц, где машинка общается со своей подружкой. И тогда сам ребенок сказал, господи, а что же мы будем делать? И я предложила ему то, что вы видите в правом верхнем углу. Давай допишем том второй. Вот про подводные приключения. И у нас получился двухтомничек. Первый том слева, а второй том продолжение справа. Вы видите, после того, как маленькая благодарная рыбка поцеловала заботливую машинку, она захотела остаться в океане и плавать с подружками. И тут вдруг, и вот вам начало второго тома, который с удовольствием был дописан. То есть работа с тихой книгой это работа высшей степени творческая, увлекательная и затягивающая детей во всяком случае. Однако, будьте, пожалуйста, бдительная. Вот это та самая книга, о которой я вам говорила. Финал международного конкурса прошла Эя Мордякова и ее книжка «За пределами звезд». И потом только стала известна у нас. Но нужно, повторяю, нельзя вот прямо сразу же любому ребенку любую книгу тихую с энтузиазмом предлагать. Это книга об утрате близкого существа. Девочка теряет кота. И, конечно, с одной стороны, здесь есть возможность без слов объяснить, как отпустить друга. Все правильно написано. Как смириться с тем, что его больше нет и не будет рядом. Но я повторяю, здесь нужно быть предельно аккуратным, потому что иногда может быть очень горячо и очень больно. Поэтому дорогие взрослые, прежде чем брать в руки давать ребенку в руки тихую книгу, пожалуйста, посмотрите сами, внимательно пролистайте ее. И вот как, помните, сказал наш с вами герой, постарайтесь взглянуть на лежащую перед вами книгу глазами ребенка. Не оцарапает ли она, не принесет ли она боль, не навреди. Далее я представляю вам не менее замечательную нежно любимую мною книгу, с которой дружу давно, мальчик и дом, это своего рода, вот я ее назвала книга квест, это путешествие ребенка навстречу свету, и зачем детям квест, здесь прекрасно отвечает сама автор, перед нами метафора смелости отправиться в неизвестность, вот мальчишка отправляется путешествовать по дому и движется по нему, и есть возможность вместе с ним следить за тем, куда его направляет дом, кстати, есть возможность посмотреть на все, что происходит глазами вот этих двух товарищей, которые тоже, их нужно обязательно на каждой странице на разворотике найти, это два мышонка, можно рассказать эту историю так, как ее увидели мышата, в любом случае метафора прекрасная, но есть еще одно признание, иллюстрации должны были передать чувство ностальгии, которое мы испытываем, глядя на старые фотографии, вот со старыми же фотографиями и книжка Гуа-Джин «За стеной метели», китайская художница, этот вот, эти книги, они становятся как бы намеком, от этих книг ребенок может спокойно перейти из их тишины в тишину семейного альбома, и вот, посмотрев эти книги, вы можете предложить ребенку посмотреть и фотографии в семейном альбоме, которые так похожи на изображение в этой книжке, то есть, книжка может стать шагом к вашим добрым разговорам о том, что ценно для вашей семьи, и это, безусловно, разовьет интеллектуальный, эмоциональный интеллект ребенка. Когда разговариваешь о том, где искать читающих людей, то находишь в интернете вот такие предложения, иди в онлайн-клубы, иди в оффлайн-клубы своего города, ищи литературные порталы, паблики, сообщества, каналы, но есть книжка Ольги Фадеевой, а в это время, и вот посмотрите, мама с ребенком, прямо на самой обложке и на первом развороте этой книги мама с ребенком читает именно эту книгу, то есть как бы круг замкнулся, и это действительно удивительная история для рассматривания, для узнавания знакомых мест и для исследования незнакомых. Там показаны разные места планеты, что происходит в разных точках нашей планеты, тогда, когда мы сидим и читаем книгу. И самое главное, это очень, на мой взгляд, важный намек для ребенка, что не надо никуда ходить, достаточно сесть рядом с мамой и посмотреть книгу, и прочитать эту книгу так, как ты можешь это сделать, и тебе, у тебя обязательно получится. И в этой связи, именно в связи с этой книгой, я бы хотела обратить ваше внимание на то, что ребенку необходимы не только слова, которые бы называли реалии мира, не только ролкер сейнером, не только там названия, я не знаю, ребят из африканских племен, но нужны эмотивные лексические единицы, и они могут быть разные, они могут обозначать эмоциональное состояние героя, персонажа, или свое эмоциональное состояние. И вот здесь обратите внимание, исследователи отмечают, что чаще всего в литературе, в эмотивных высказываниях реализуется микрополе неодобрения. А мы должны ребенку дать возможность как раз другим микрополем познакомиться, с микрополем одобрения. Нам необходимо предложить ему самим сначала собрать и подобрать слова, которые позволят выразить свое позитивное эмоциональное отношение, подобрать слова, которые помогут передать характер, характер ребенка на картинке, характер танца, но самое главное, взгляните, эмоциональная цвета номинация, назвать цвет, цвет рождает ассоциацию, цвет рождает эмоцию, и в этом смысле мы ребенку можем помочь и сделать его мир ярче, красочней, и помочь ему точнее называть картины и цвета, которые он видит не только на иллюстрации в тихой книге, но на других иллюстрациях и даже на картинах, ну, я не знаю, в замечательных музеях. Резюме «Зачем читать с ребенком тихие книги?» Дают возможность пофантазировать, добавить своих красок, формируют, развивают эмоциональный интеллект, позволяют смотреть вдумчиво на мир вокруг и на другие книжные иллюстрации, изучать книгу, приходя в магазин, листать ее, рассматривать, озвучивать историю по книжке вместе с кем-то, то есть уметь вот это вот, да, навык коллаборации, объединения, задавать вопросы, очень важная коммуникативная компетенция. И, наконец, они просто развивают художественный вкус, потому что иллюстрации, как вы видели в них, очень высокого уровня. Об этом сообщают на канале О для родителей, и, собственно, вы можете поподробнее почитать тоже о книжках и там. Ну и в конце я полагаю, что я должна поблагодарить вас за сотрудничество, вы активно со мной поработали и надеюсь, что тихие книги действительно стали для вас способом вовлечения в чтение дошкалят, детей на фонах, деток с дизлексией и возможностью для приобщения ребенка к процессу взаимодействия не только с книгами, но и с другими людьми, с окружающим миром вообще. Спасибо вам. И я хотела бы, чтобы кроме комплементарного были вопросы. Если вопросы есть, я с удовольствием отвечу. Вот здесь во вкладочке есть вопрос. Ой, вы знаете, вот то, что касается методов оценки развития эмоционального интеллекта, Дмитрий, это очень непростая история, это вообще история для отдельного долгого разговора, потому что само представление, ну вот то, что входит в понятие эмоциональный интеллект, там очень много вот этих составляющих его, и как оценивать каждую из них, ну, это право слова долгий разговор. Если вам будет любопытно, вы напишите мне, пожалуйста, на электронную почту, указанную здесь, и ту информацию, которая у меня есть по методам оценки, я вам непременно вышлю. Мне бы хотелось, если есть вопросы по поводу нашего сегодняшнего разговора. услышать. Ой, спасибо большое, Наталья. Я думаю, что тихие книги можно читать даже с самым маленьким ребенком, когда он вообще начинает проявлять интерес книги. Вот я всегда говорю, не с какого возраста, а с какого момента. И вот этим моментом точкой отсчета должен стать интерес ребенка книги. Марина Семеновна Рамштам очень правильно пишет о том, что мы приносим детям в ее книге читать. Она пишет о том, что бабушки часто приносят детям красивые сказки, а ребенок тянется к книжке, в которой очень много понятных ему и приятных ему вещей. И бабушки расстраиваются, что прекрасные книги с фотографиями Билибина не очень любопытны, а ребенок тянется каким-нибудь маленьким листам. Это стихотворение замечательное Андрея Усачева и великолепно иллюстрированная французским художником Николе Гуни книжка про лисенка и про его маму и про его путешествия. Там слов почти нет, но такой красивый гербарий создан, что маленькие дети тянутся и к ней тоже. И поэтому рассматривать, проговаривая то, что ты видишь, это важно. В том возрасте, когда самому ребенку тоже любопытно, когда он уже может интересоваться и проявляет свою заинтересованность в том, что это за штука с картинками. Нужно давать ему и с ним разговаривать. Есть ли еще вопросы? Так, что-то, Татьяна, как-то странно. Я не могу прочитать здесь неопределяемый шрифт. Ага. Да, вижу, спасибо. Какие рекомендации предложить при изучении? Безусловно, все, что я говорила, это относится и к детям и на фонах. Сначала их нужно вооружить тем, той лексикой, которая им поможет. Вот то, что я вам показывала работу, это работа мальчика полилингвы. То есть, но это ребенок, у которого русский, как материнский, не как родной, родной язык у него испанский. И, конечно же, я предлагаю даже не списки слов, а я предлагаю те слова, которые помогут. Вот, например, когда мы пытались работать с диалогом, проговаривали диалог, глаголы говорения ему были предложены. Разные глаголы говорения, и я повторяю, он выбирал. Конечно, у ребенка должны быть инструменты. Более того, я повторяю, вот эта тихая книга, она должна появиться на этапе закрепления материала, там, где ребенку нужно выйти в речь и употребить слова, которые он уже хорошо знает и понимает. И вам спасибо за вопрос. Есть ли еще реплики? Ну и если нет, я еще раз благодарю вас за сотрудничество. Спасибо большое за участие и рада, что была вам полезна наша встреча. Всего доброго. Спасибо, Анна. Так, пытаюсь сказать, слышно ли меня. Всем еще раз большое спасибо. И как это дети говорят, нужно обязательно помахать рукой. До свидания. Всего доброго.